Микс Ньюс Микс Ньюс Микс Ньюс Будем говорить, наверное, еще долго. Вирус закончится. Это все надо будет вернуть обратно всю эту экономику. И отрасль чувствует, что будет трудно. И чувствуем уже сегодня. Мы в пятницу или в четверг отправили письмо ответственным институциям, в том числе министру экономики, министру финансов, всей комиссии ответственной и ряда других организаций, где рассказали о ситуации в нашей отрасли и написали то, чем мы нуждаемся. Ситуация такая, что мы требуем, просим, требуем тоже включить нашу отрасль в те отрасли, которые получают помощь. То есть сейчас правительство помогает, я сколько знаю, есть меры, которые относятся ко всем бизнесам, но есть, которые относятся к тем отраслям, которые пострадают напрямую, скажем, гостиничный бизнес или туризм, которые помогают больше, чем остальным. И вы считаете, что фрукты и овощи, они должны относиться к этим же отраслям, которые помогают больше, чем остальным? Да, вы назвали две, там еще, например, рестораны. Ну да, там есть список, которые напрямую страдают. Да, я хочу сказать, что, например, рестораны не самая последняя цепочка в этом звене. За ними стоят наши члены, которые работают и подставляют овощи и фрукты, в том числе в эти бары и рестораны. Так что наши члены сейчас получают множество письм о том, что, например, ресторан закрыт и объявляют, что мы не сможем, например, 1 мая с вами рассчитаться. Так что эти деньги наших членов, а не ресторана, ну не хочу сказать, что только у нас трудно, да, у всех трудно. Но, видимо, все те, кто поставляет продукты в рестораны, они сейчас отсутствуют у них клиенты. Да, есть фирмы, которые, например, чистят картошку, свеклуб, варят и в ресторан везут. У них бизнес остановился на 90-95%, и, в принципе, тоже нуждаются они в помощи. Но ведь таких отраслей, которые, в принципе, сейчас от коронавируса страдают вообще все. Может быть, там, не знаю, за редким исключением вроде фармацевтики или компаний, которые производят консервы, или туалетную бумагу, или гречку, как мы видим по полкам в магазинах. Но в целом большая часть отраслей, она страдает, причем страдает очень сильно, и, как вы правильно сказали, по цепочке. Почему именно фрукты и овощи должны получить такую помощь, а не, скажем, мясокомбинаты или люди, которые занимаются поставкой этих овощей? Я думаю, что все должны получить помощь. Но на всех не хватит? Ну, на всех не хватит, да. Ну, я уже сказал, что наши члены, наши предприятия тоже сейчас почувствовали большой убыток в смысле в том, что школы закрыты, там тоже не надо овощей и фруктов. Рестораны закрыты? Да, да. И очень большие проблемы с подставками. Сейчас, может быть, кажется, что магазины только вези и покупают, но все не так просто. У многих фирм, которые этим занимаются, большие проблемы, потому что привезти сейчас сложно. Сложно, да. Потому что вы привозите, я так понимаю, в том числе и стран, которые наиболее плотно пострадали от коронавируса, скажем, Италия или Испания, да и Германия в том числе. В общем, многие европейские страны очень сильно пострадали, куда сильнее, чем страны Балтии. И сложно найти компании, которые, во-первых, туда повезут, а во-вторых, не очень понятно, можно ли вообще туда ехать. Да, это тоже, да, очень актуально. Цены на подставку, на транспорт выросли два или даже больше раз. Сейчас, ну, последние дни вроде нормально стало на границе с Польшей. Ехать в Польшу стало как бы нормально, но еще в прошлой неделе там фуры стояли по 3-4 сутки и очередь была то ли 40-50 километров. Ну, и есть проблемы на отдельные категории фруктов. Это цитрус, фрукты, чеснок, как вы видите, уже не в всех магазинах, лимоны уже, если найдете в магазине, то могу смело сказать, что покупайте, потому что они последние, не так скоро будут. Если будут, будут уже, цены будут не такие. То есть лимонный, чеснок, какие еще продукты? Да, ингвар цена уже, по-моему, 2-3 раза в магазине больше. Если есть, уже я думаю, что где-то в маленьких магазинах, а в больших я сомневаюсь. Это все связано с тем, что это они произрастают в всех странах, куда сейчас не добраться? Да, в многих странах, например, в Испании, первым делом это внутренний рынок, и на вывоз больше продукции нет. И очень мало стало, потому что, например, лимон собрать, если у дерева работали 10 человек и собирали лимон, так сейчас надо соблюдать дистанцию, 2 метра, да, и у дерева один человек, который собирает лимон, и лимон, это 10 раз медленнее, и вся продукция остается там. Спрос большой у них самих. Насколько страдает, ну, мы понимаем, что ассоциация торговца фруктами и овощами – это очень большой конгломерат. Там, скажем, есть и те, как вы уже упомянули, те компании, которые поставляют эти фрукты и овощи школам, которые сейчас практически на 95% упал бизнес, остались там, видимо, детские сады какие-то, и, пожалуй, и все. Но есть и компании, которые, или торговцы, там, индивидуальные предприниматели, которые продают фрукты и овощи на рынке, например, или поставляют конкретно в магазин. Фрукты и овощи, выращенные здесь, в Латвии. Вот у этой части, насколько вам известно, может быть, у них сильно ли упал спрос, или они в этом плане чуть-чуть получше себя чувствуют? Они чувствуют получше. Я скажу, у нас нет крестьян. Ну да, это... У нас, да, у нас члены такие, которые подставляют, например, у больших цепей магазинов. У них, как бы, немножко получше дела, но тоже поменялся бизнес. Ну, очень-очень другие вопросы надо решать и не так легко их решить. Ну, у них получше, чем у тех, которые, как говорил, подставляют в рестораны, в школы. У них, говорю, упал бизнес на 90%. И они должны искать какие-то решения, чтобы сохранить этот бизнес, чтобы он вообще не остановился. Ну, потому что, если остановится это, потом запустить уже будет трудно. Потому и мы нуждаемся в какой-то помощи от государства, от, не знаю, банков, помощи в сфере работников, если надо. А уже, потому что вот буквально сегодня пришла новость, что 10 предприятий, они заявили о коллективном увольнении более полутора тысяч работников, 1660, если быть абсолютно точным. Ваша сфера уже тоже чувствует это, что работники уходят, либо их увольняют за ненадобностью? Ну, никто из членов пока не сказал, что увольняют, не знаю, такая информация я сам не спрашивал, никто не говорил, я полагаю, что в этой сфере не так, еще как-то пытаются, наверное, удержать. Ну, у нас меньше работников, потому что, если в ресторане надо, не знаю, 5 работников, то в нашем большом складе, например, работает, может быть, 5, в другой сфере, может быть, немножко больше. Ну, какая компания? То есть у вас, в принципе, не так много работников, поэтому их легче задержать даже в такие кризисные времена? Ну, в нашей отрасли у членов общий счет работников где-то 500. Ну, да, это... Ну, не так мало, не так мало, довольно больше. Сейчас у нас, ну, как известно, на данный момент чрезвычайная ситуация продлится до 14 апреля, и если не случится каких-то форс-мажоров, то хочется надеяться, что 14 апреля, собственно, она будет снята. У вас есть какие-то прогнозы относительно того, что если действительно 14 апреля закончится, то, в принципе, ваша отрасль, она оживет обратно? Или даже 14 апреля слишком длинный срок? Я думаю, что надо будет значительно большой период, чтобы вернуться к такой жизни, которая была до этого вируса. Потому что наши члены, как говорится, не зависят только от ситуации в Латвии. Ну, и те овощи, фрукты, которые мы должны привезти от других стран, ну, это уже от них зависит, как будет грузиться, как можно будет ехать в эти страны. То есть, лимон не вернется, условно говоря? Ну, не так быстро, я думаю. Но это может быть следующий урожай. Например, сегодня мне сказали, что закрыли границу. В Турции нельзя уже с других стран въехать. В Турции это относится и к водителям фур, только турецкий транспорт въезжает и въезжает. То есть, это еще один рынок, где можно было бы закупить фрукты, он тоже закрылся? Да, да. И надо учитывать, что до нашей картошки не так быстро, нам надо дождаться урожая. Так что, если бы это был этот кризис во время, когда мы сами убираем урожай, картошку, свеклу, лук или что, мы не так были зависимы от ставками. А сейчас надо дождаться еще, пока мы сами вырастим картошку и будем кушать. Так что, у многих крестьян уже кончилась картошка своя, и потому что, ну, и потому надо закупать. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после чего вернемся и продолжим говорить. Напомню, что у нас в гостях президент, председатель правления, простите, Латвийская ассоциация торговца фруктами и овощами Уда Сьянцем. Сейчас реклама, не переключайтесь. Микс Ньюс. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Артем Липин у микрофона, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас в гостях в студии председатель правления Латвийской ассоциации торговца фруктами и овощами Уда Сьянцем. Говорим о том, как коронавирус повлиял на эту отрасль. И вот у нас сразу звонок в студию. Давайте мы его примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот я застала то время, когда картошка у нас в магазине была не очень хорошая. Она стоила 10 копеек, но она действительно была и полугнилой, мы не умели хранять и все. Вот сейчас я слушаю вашего гостя и слышу такую вещь. Ну вот в Турции закрыто, то закрыто нам. У нас картошки нашей не хватит, нам надо будет, пока не вырастим. Слушайте, ну мы же раньше жили и раньше картошку выращивали так, что почти на год хватало. Вам не кажется, что вот то, что мы связали, ну в смысле все завязали на Евросоюзе, испортило наше сельское хозяйство? Мы избаловались на импортной картошке, на всем. А ведь, понимаете, у нас людей нет работать на полях. А ведь мы же справлялись. Я в 54-м году родилась, я помню, как мы жили. И жили прекрасно. Да, картошка была к весне не очень хорошей. Ну и что? Нам хватало нашей, мы в Турции не покупали картошку. Вот ответьте на этот вопрос. Это правда, что Евросоюз нас избаловал в этом плане? Спасибо. Спасибо. Я на всякий случай немного уточнил, что Турция все-таки в Евросоюз пока не входит. Но в целом вопрос понятен. Действительно, откуда такая вдруг зависимость от других стран, неужто у нас своего добра нет? Ну, не хочу сказать, что только картошка. Да, из Турции идут эти самые цитрусовые овощи, фрукты и другие картошки. Да, есть вещи, которые у нас нельзя выразить чисто по биологическим причинам. Арбузы у нас не растут, виноград только в одном месте. И прямо, скажем, не сравнится он, наверное, все-таки с французским и итальянским виноградом. Но есть же действительно овощи, которые, ну, прям латвийские, вот та же картошка, томаты, огурцы. Почему их не хватает? Картошки хватает. Ну, вы только что сказали, что до урожая будет очень сложно. Ну, трудно сказать, что будет через месяц. Ну, пока в магазинах картошка есть. Пока есть. Ну, и есть картошка не только латвийская, есть картошка, которая привезена из той же самой Испании, например. Ну, опять-таки, вот из Испании. Сейчас мы не сможем из Испании ничего привезти. Ну, ладно, будем кушать свою картошку. В магазинах нету, по-моему, уже или не будет картошка, которая новая картошка, она выращивается, например, в Египте или в Испании. Будем ждать свою картошку. То есть, несмотря на то, что вы говорите о дефиците каких-то вещей, те фрукты, овощи, которые выращиваются у нас, они в порядке? Не-не, они не пропали. То есть, нет такого, что мы напрямую зависим, если Латвия закроет границу, мы выживем, даже несмотря на то, что сейчас еще весна, и до урожая, мягко говоря, далеко. Ну, я думаю, что не будет такая ситуация, что нам не будет картошки. У нас есть члены ассоциаций, которые у крестьян закупают картошку и экспертируют ее в Польшу или в Украину, где был большой неурожай. И у них очень хорошо идет, потому что спрос там есть. Ну, если будет такая ситуация, что у нас в магазинах не будет, я думаю, в первую очередь они будут подставлять в нашу сеть. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, это телефоны прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, и также можете писать нам по WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Мы много обсуждаем сейчас, как коронавирус повлияет на отрасль торговцев фруктов и овощей, но при этом создается такое ощущение, что у нас много было гостей из разных отраслей. И, понятное дело, что никто не мог прогнозировать коронавирус и чрезвычайную ситуацию, но буквально пару недель прошло, и практически все отрасли говорят о том, что им нужна помощь от правительства со стороны и так далее. И неужто как-то не загладывается вот этот план того, что что-то может пойти не так? Вроде как, ну вот, да, чрезвычайная ситуация, но это же не то, что нельзя было совсем запланировать. Такое чувство, что мы вообще не готовы были к какой-то сложной ситуации. Ну, я думаю, что никто не был готов, что закроется, например, ресторан. Два месяца назад никто не мог подумать, что остановится эта цепочка, эта связь. Но она сейчас прервана, и те фирмы, которые с этими работали, которые подставляли, они сейчас ищут другие варианты, как вижить. Например, вся транспортная инфраструктура, которая была, как бы, чтобы отвозить в ресторан фрукты, овощи. Сейчас, например, фирма Роданс, она перестраивается и возит на дом, например, товар, овощи, фрукты. И подставляют, чтобы людям не ходить в магазин. Есть такой спрос, и, ну, предприятие ищет, как сохранить этот бизнес, не остановить, чтобы потом не запускать заново, и будет труднее. Поэтому нужна помощь, чтобы как-то поддержать тот момент, чтобы не остановился бизнес, чтобы он, как бы, немножко вращался. На холостом ходу, так сказать. Да, но нам не надо поддержки, чтобы мы ничего не делали. Мы сидели дома, и власть, государство платило за нас налоги или что-то. Надо просто поддержать, чтобы легче было найти другую сферу, вот как-то, чтобы не остановилось. Активно пошли звонки, давайте мы примем. Здравствуйте. Добрый день. Хорошо меня слышно? Да. Добрый день. У меня будет два вопроса. Один вопрос. Вот смотрите, если вы говорите, что кончатся у нас там те же самые лимоны, фрукты, овощи, которые завозные. Если они в Латвии кончатся, значит, там в той же самой Испании, Турции, там будут полные склады этих лимонов и всего остального фруктов и овощей. Там будут переполнены полки, переполнены склады. Соответственно, если откроют гарницы, наверное, они потом будут в другой ценовой, ценовом диапазоне сюда придут. Это первый вопрос. И второй, не поменяет ли коронавирус у нас хранение и фасовку товаров? Так как, смотрите, очень привыкли часто, в Риме приходишь в магазин, там апельсины навалены горой. Любой человек пришел и выбирает эти апельсины просто руками, буквами руками набирает. Этот ему нравится, не нравится. Не будет ли такое, что все, допустим, там фрукты, овощи должны быть запасованы в мешки и должен ты брать, ну, какой-то определенный, там, килограмм, два-три. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте начнем по очереди. Первый вопрос. Случится вот, когда действительно хочется верить, что ситуация когда-нибудь закончится. Будет ли резкое падение цен? Можно ли его ожидать? Я думаю, что может быть. Ну, не такое резкое, но цены меняются. Сейчас уже, например, наши члены заключают торговый договор. Ну, сейчас это уйдет в другую сторону, например, с теми самыми лимонами. Если наша фирма заключила договор подставки, например, магазин, договор заключается, например, на неделю, те самые лимоны за евро-тридцать, буквально за два дня цена на лимон, они привозят, она уже два раза дороже на лимон, на килограмм лимона. Но он стоит не евро-тридцать, а два шестьдесят. И нашему подставщику приходится или платить штраф за то, что договор не выполняется, или доплачивать магазину этот евро-тридцать, чтобы выполнять договор. И сейчас приходится перезаключать это все со всеми магазинами. И потому очень трудно прогнозировать, не знаю, через две недели или месяц, может быть, лимон будет стоить евро-тридцать за штуку, да, трудно сказать. Ну, то есть, и когда откроется граница, он как бы вернется обратно. Я думаю, что не так быстро, но, конечно, вернется. Но вот такого демпинга не будет, что вдруг из Италии повалили тонны лимонов, и цена на них упала в разы. Ну, я не думаю, что они сейчас очень в Испании или в Италии очень работают над тем, что сажают лимоны и думают о урожае, что собрать через полгода. Я думаю, что это у них не приоритет, они просто то, что есть, собирают. Да, также выживают, если даже не больше, чем мы. Трудно сказать, какие цены будут, но я не думаю, что очень-очень сразу упадет, когда откроет граница. Хорошо. Ну, и второй вопрос – это про упаковку и фасовку. Потому что, действительно, мы видим, в магазинах сейчас очень многое поменялось. Хлебобулочные изделия, скажем, лежат уже в упаковках отдельно. И мы можем сейчас, конечно, говорить о том, как это влияет на экологию, например. Но действительно, поменяются ли правила фруктов вообще? Чувствуете ли вы сейчас, как они меняются или пока нет? Я чувствую только то, что люди стали больше думать о том, как соблюдать гигиену, как руки иметь почаще, больше думать, где идти, где не идти. И это останется, это сразу, как откроют границы или как скажут, что все ограничения сняты, это никуда не денется. Это уже будет, как бы выработается привычка. И это будет. А вы думаете, что это не уйдет через пару лет? Знаете, когда был финансовый кризис 2008 года, все научились экономить. Потом кризис как бы ушел, какое-то время экономили-экономили, потом вроде как отвыкли экономить. Сейчас, видимо, придется привыкать заново. Так может быть, из гигиены то же самое будет? Сейчас все помнят, через пару лет уже и ладно. Ну, может быть, да. Но то, что какие-то последствия будут, я думаю, что это так. Может быть, будет принят какой-то закон или норма, что надо будет в магазинах упаковать эти, как вы говорите, апельсины или бананы по килограмму. С других стран уже есть упакованы, например, бананы уже в пакетах. Так что, может быть, будет норма, когда так на вес нельзя будет купить, взять три апельсина, например. Надо будет брать мешок. Не знаю. Пока такого нет. Пока такого нет. Ну, это не наша компетенция, такой закон ввести или такие рекомендации давать. Я думаю, что там уже и врачи, и эпидемиологи должны думать, как это сделать. Надо ли это. Хорошо. Вот хотел принять звонок, и он в этот момент пропал. Вот вернулся. Давайте выслушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте в продолжение просто диалога. Я тогда думаю, что у нас останется привычка мыть руки и все-таки привычка общаться на трех языках. Латышском, русском и английском, как сейчас это делается. Вот коронавирус заставил фактически наших правителей к разуму призвало, что у нас все-таки общество не одноязычное, а как минимум трех языковых. Простите, а гостю у вас есть вопрос нашему гостю? Да, у меня есть в гостю вопрос. Смотрите, уже десятилетиями плачу налоги, и предприниматели скажут, что в налоге есть не социальный налог, а еще риск, налог на риск. Десятилетиями люди платили этот налог, а сейчас у нас проблема 6-8 недель. Неужели эти деньги нельзя, они же где-то саккумулированы, они же не разворованы, правда же, на каких-то счетах. И эти деньги вернут людям. То есть вот он, налог на риск, который я 10 лет платил, сейчас у меня трудная ситуация, просто переведите мне на счет полторы тысячи евро в месяц, и я выживу этот месяц. Это же мои были деньги, они для риска у меня и брали все эти 10 лет. Спасибо. Ну вот, собственно, это связано с темой, которую мы начали в начале этого получаса, что, да, коронавирус никто не мог предвидеть, но риск всегда есть, и он может присутствовать. Куда это пропало? Да, я вполне понимаю, человек, который изменял, задавал вопрос о том, я и говорю, что надо какую-нибудь маленькую помощь предприятию, чтобы он мог выжить и сохранить этот бизнес. Может быть, у него будет трудно заплатить налоги, может быть, надо пережить, чтобы вообще не остановился бизнес. Если он остановится, это уже будет потом гораздо труднее. У вас не возникает этот вопрос, что вот вы действительно платите один из налогов, налог на риск. Вот риск случился. Помощи есть, конечно, но явно недостаточно. Логичный вопрос, зачем платили налог? Потому и наши ассоциации обращаются к институциям и просят включить наши ассоциации в список тех отраслей, которые могут получить от государства какую-то помощь. А вам не было бы удобнее, например, если бы вместо налога на риск вы просто эти же самые деньги откладывали в свой фонд, фонд риска, фонд помощи, и сейчас у вас был бы конкретно у отрасли торговцев фруктами и овощами, вот у вас был бы свой фонд, с которого вы пользовались, и вы не зависели бы от помощи государству? Трудно сказать, как было бы, если было бы. Предприниматели тратят сейчас все свои деньги, чтобы они не работают на прибыль, а работают на сохранение. Так у всех есть, так что я думаю, что если бы был такой закон, что не надо платить этот взнос в государственную кассу, а какой-то фонд другой или какой-то другой системы, как этот фонд риска содержать, так и все делали бы так. Но вам не кажется, что вот эта ситуация, она заставит задуматься о какой-то другой более выгодной системе? Когда уже будет возможность, конечно, над ком думать. Хорошо бы, если бы заставило думать тех, кто принимает решение, но, как вы видите, и в Сейме, и в министерствах сейчас тоже работает из дома, и не знаю, как эта работа у них будет реализована. Ну, правительство вроде уже проверили на коронавирус, к счастью, никто не заражен на данный момент. Да, ну, тоже видите, как все меняется. Да, еще один звонок, ну, даже два звонка как-то. Про правительство заговорили сразу, людям стало интересно. Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Извините, у нас не очень много времени на эфир, вы можете конкретно сформулировать вопрос нашему гостю, который не относится к правительству? Относится к правительству и относится к его работе. Может сейчас все-таки требовать от государства на этот период остановить обложение налогов и снятие налогов? Танги государства не обеспечивают эту безопасность, и все теперь в стрессе, в кризисе из-за того, что государство не выполнило свои обязательства, собирая налоги. Удачного дня, спасибо. Спасибо большое. Я понял, вопрос. Ну, вопрос, собственно, в том, простили ли вы налоговых каникул, собственно говоря, и получили ли вы, может быть. В нашей отрасли много фирм, так что трудно сказать, какая ситуация будет, какой нужда будет у каждой из них, но мы хотим, чтобы нас включили в этот список, который должен быть. Ну да, то есть, это, в принципе, то, чего вы начали. А то, что надо помогать, это, ну, нет вопросов, конечно, надо. Всем надо. Вот конкретно сейчас, какую именно помощь от правительства получаете именно вы? Там же что-то есть для всех бизнесов, какие-то послабления. Вот конкретно ваша отрасль что? Ну, я скажу, например, предприятие, которое занималось, например, чистило картошку, вкладывало в вакуум и везло в рестораны, потому что, ну, в ресторане никто картошку не чистит. У них такой бизнес, фирма Рода, например, у них остановился бизнес на 90%, но никакой помощи до сих пор не получаем, потому что мы не включены в этот список, которые, в отрасли, которые могут получать какую-то помощь. Потому и мы обратились, писали письмо, хотим попасть в этот список, чтобы конкретное предприятие могло получить какую-то помощь. Еще один телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте. Да, добрый день. Вот я вчера слышал по телевизору, в Америке приняли закон, чтобы выделить по тысячу долларов на каждого жителя с 1 апреля и с 1 мая. А как бы, если бы в Латвии для поддержки населения бы ввели такое по тысячу евро на каждого жителя взрослого и по 500 евро на каждого. И таким бы образом поддержали бы. Это приблизительно нужно миллиард евро. Дело в том, что ранее государство вытянуло из населения около 2 миллиардов на зеленую экологию, собственно говоря. И эти деньги, на сегодняшние деньги, люди могли бы поддержать. Я вас помню. Спасибо, спасибо большое. Извините, у нас не так много времени. Я подозреваю, что... Не знаю, что вы можете ответить на этот вопрос. Я не думаю, что это хорошее решение для нас. Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы люди могли хотя бы отложить свои кредиты на какой-то, не знаю, полгода и платить только процентную часть. Это уже было бы очень хорошо. Не знаю, работает ли, ну, и будет ли примета такая. Слышал, что в других, в некоторых банках об этом думают. Это уже была бы большая помощь для населения, для того населения, которое активно... Ну, у кого кредиты и который сейчас думает, как свести концы с концами. Это было бы хорошо, да. На всякий случай я напомню, что у нас в гостях председатель правления Латвийской ассоциации торговцев фруктами и овощами Улдис Яунзамс. Я очень сомневаюсь, что господин Яунзамс может ввести закон, который всем выплатят по 1000 евро. Я сейчас открыл сайт, собственно, Министерства финансов, где указаны все эти послабления, которые есть. В том числе, там скажем, что независимо от отрасли СГД оплатит ПВН. Ну, то есть, да, ПВН оплатит в короткосрочном режиме. Также продлевается срок подготовки всяких документаций и годовых отчетов до 31 июля. Тоже независимо от отрасли. И также независимо от отрасли, насколько я понимаю, гораздо проще сейчас получить какую-то гарантированную компенсацию или кредит для предприятия. Вот это все, оно независимо от отрасли, и вы этим тоже можете пользоваться. Ну, насчет кредита я сомневаюсь. В такой ситуации мало кто решится на кредит. Я думаю, что это не так уже важно. Ну, хотя, конечно, и на то спасибо. Тоже помощь есть. Да, но еще на прошлой неделе я обзванивал все институции и интересовался насчет помощи. И, как удивительно, мне с одной институцией на другую сказали, чтобы звонил, как бы, да, мы это знаем, должно работать, но позвоните, да, поинтересуйтесь. Я не узнал точно, как мне надо, как предпринимателю, что надо делать, как надо действовать, чтобы получить, например, помощь о налогах, например, чтобы отложить выплату. То есть нет кого-то, кому можно позвонить и сказать, здравствуйте, я предприятие, помогите. Да, вот я не нашел правильный, не знаю, попались не те люди, не те институции, но все как бы с одной и с другого. И, ну, такой реальной, реальной подсказки, как действовать, вот возьмите то, напишите заявление туда или обратитесь конкретно с своей фирмой, я не получил такого ответа. И вы не знаете, у кого его спросить. То есть в министерстве финансов, вы знаете, вы приняли вот вещи, они не работают, что мне делать? Ну, министерство финансов, у них есть, например, два вида помощи, это АЛТОМ, который кредит, и другой по налогам, ВИД, налоговые службы. Ну, там тоже, ну, не всем, никто из наших членов не сказал, что им надо, например, помощь АЛТОМа. А если звонить ВИД, ну, там все трудно, во-первых, все через ЭДС идет, да, ну, не так быстро получается ответ, и тоже от этого ответа не совсем понятно, какое действие, что надо делать, чтобы получить помощь. К сожалению, наше время эфира уже подходит к концу, давайте подведем какой-то общий итог всей вот нашей почти часовой беседы. Ваш прогноз сейчас, исходя из того, что, с одной стороны, правительство не помогает в должном образом вашей отрасли, с другой стороны, что вы сейчас общаетесь с представителями, отправили там письма и так далее, ваш, если вы можете сделать такой прогноз на ближайшее время, все-таки отрасль, вот, торговли фруктами и овощами, выживет ли, насколько сложно будет этот период, и как быстро вернется обратно в строй? Период очень сложный, у нас, это последний год, как бы, эксперимента на счет сниженного налога, 5% у нас сейчас в отрасли. Я думаю, это еще один вопрос, о котором вообще не должно быть речи о возвращении к 21-му, это уже будет как молотком по голове, если с этой позиции, как бы, уйти. Ну, я уже говорил вначале, что не думаю, что это очень быстро кончится, этот кризис, это мы почувствуем, может быть, через, не знаю, самое раньше, это когда у нас будет свой урожай, как бы, да, установиться это все, а насчет тех фруктов цитрусных, которые привозятся из других странах, я думаю, там еще больше будет, еще длиннее эта ситуация, что мы не будем знать о ценах, не можно будет конкретно сказать, что, например, там, лимон привыкли, что он стоит там евро 20 в магазине, он плюс-минус 5 центов, так и стоит, трудно сказать, сколько он будет стоить через полгода. Ну, я надеюсь, что будет помощь от правительства, от институции, все это наладится, будет какая-то схема, как надо действовать, и я думаю, что помощь будет не только какими-то четырьмя или, не знаю, сколько там отраслями, но и остальными всем. Спасибо, с нами, у нас в гостях был председатель правления Латвийской ассоциации торговцев фруктами и овощами Лудас Яунзом, с меня зовут Артем Липин, звукорежиссером был Евгений Копеин, спасибо за то, что вы нас слушали, не переключайтесь.